привет всем сегодня я продолжаю отвечать на вопросы и сегодняшняя часть будет посвящена вопросам о религии в первую очередь про буддизм не только буддизм у нас есть вопросы с ютуба у нас есть вопросы с дарьи у нас есть вопросы с фейсбука и даже из фейсбуковской лички вопрос очень хорошие так начнем с ютубовских наталья гонага спрашивает вернее наталья гонага нам делает комплимент вас здорово получается рассказывает про буддизм и японию просто и очень интересно спасибо наталья мой вопрос будет касаться религии какова роль и положение женщины в этом мире согласно буддизму спасибо буду ждать новые видео зануда мод он проблема заключается в том что в разных школах в разное время в разных странах было очень разное представление роли и положение женщины в этом мире и было вплоть до противоположного то есть кто-то считал и кое-где даже до сих пор считают что женщина не может войти в нирвану она сначала должна переродиться мужчиной кто-то считает что для того чтобы вообще просветлиться войти в нирвану нужно забыть о том что у тебя есть пол нужно забыть о том что у других есть пол то есть прекратить видеть в людях мужчин женщин не только тогда ты вообще способен просветлиться в японии на данный момент считается понятное дело что войти в нирвану могут все без исключения но при этом меня честно говоря немножко расстраивает то что превалирует такое довольно патриархальное мнение о том что женщина это в первую очередь вот жена и мать должна быть хорошей женой хорошей матерью правда монахини в основном это мнение не поддерживают пообщайтесь с японскими монахинями абсолютно особенно пожилыми не ослушайтесь настоящего радикального феминизма но вообще по-разному бывает я бы сказала ну для меня я сейчас буду говорить как верующий буддист на мой взгляд и сутра вполне понятно что просветлиться могут все и я скорее склоняюсь к второму радикальному концу то есть я считаю что до тех пор пока вы видите в окружающих вас людей половые органы на ножках вы просветлиться не можете ни при каких условиях поэтому я в принципе считаю что в сутрах можно найти этот обосной и я как раз немножко сомневаюсь насчет противоположного обосноя почитайте лотосовую сутру там все есть так дальше следующий вопрос нас от ольга один или ольга ай все-таки ольга ай опять комплимент здравствуйте спасибо вам за ваше видео очень интересный познавательно нравится ваш трезвый взгляд на японию к сэндайю благодаря вашим рассказам возникает очень теплое чувство душевный город да сэндай очень душевный город вот у меня абсолютно согласна мне бы хотелось узнать возможно какую литературу следует почитать не специалисту который интересуется буддизмом как духовной практикой но стоит пока в самом начале пути то есть вкратце знает только историю жизни будды и собственно все на дан я думаю что на том уровне который вы описали так давайте начнем с того что я здесь был еще один вопрос от оля-ля схожий с какой литературы английской или русской ты бы посоветовал начать знакомство с буддизмом и здесь я могу сразу сказать что у меня проблема с русскоязычной литературы я ее просто практически не читаю я имею ввиду именно о буддизме другую то я всякую читаю и не то что я как-то особенно плохо отношусь к литературе на русском языке буддизме не верю русскоязычным религиоведом и буддологом нет дело не в этом просто как-то как-то так получилось у меня я просто не знаю с чего начать грубо говоря я сразу начала читать по-английски и там уже шо то есть прочитала одну книжку в ней была отрекомендована другая книжка начала читать эту книжку и у меня нет как-то особо знакомств в русскоязычной среде то есть нет людей которых которые вы писали книги я бы читала непременно их всегда поэтому я могу посоветовать только англоязычные источники и давайте так кратенько я бы посоветовал во-первых заглянуть на сайт lions roar это замечательный сайт который предназначен как раз для людей которые впервые обнаружили для себя буддизма хотят узнать побольше это сайт ориентированный на практику вы там можете много чего найти и статьи про все все подряд и каких взгляд каких-то отдельных учителей еще опять же почему бы не почитать замечательную книжку выпущенную университетом оксфорд буризм very short introduction я вообще очень люблю эти их серии потому что это вот такие тоненькие книжечки в которых действительно очень кратенько и по существу дается начальная информация скажем так а потом уже от этой начальной информации можно идти дальше и написал эту книжку про буддизм демиан ким он является очень известным специалистом по английской этике так что я думаю эту книжку стоит почитать я ее часто рекомендую студентам например хорошая книжка все ссылки на все что я здесь упомянула все книжки все веб-сайты всех людей будут в описании так что смотрите обязательно следующий вопрос у нас от диранан hello я надеюсь я правильно прочитала ник очень интересно узнать ваше мнение о лайт буддизме ушедшим западный мир и преобразившимся до неузнаваемости сейчас майнфл у нас в качестве курсов преподают в крупных университетах медитации включают в психологические программы программы подготовки спортсменов и куда только не это уже совсем не религия но выросло ведь все же это из буддизма явление это совсем не похоже на хиповство или другие модные временные штучки это серьезное направление в продолжение темы было бы интересно послушать если конечно вы сможете рассказать что-то по теме о коллаборациях буддистских монахов и американских ученых которые проводили исследования по нейрофизиологии изучали как практики влияют на мозг все минутные долгой перспективы аппарат мрт и тому подобное я поясню я знаком взглядом западной стороны и было бы интересно как таким вещам относятся с другого ракурса вот кстати мне бы очень было интересно узнать ваш взгляд именно с западной стороны давайте начнем с лайт буддизма ладно итак мое мнение о лайт буддизме хорошее мнение о лайт буддизме то есть я считаю что это положительная тенденция я сама не очень интересуюсь именно вот этой лайт версии но явление на мой взгляд хорошая правильная и очень нужны почему потому что это такой порог входа для людей которых может отпугнуть вот этот имидж буддизма как очень суровый религии которая основана на практиках вообще только монахи там имеют какое-то правило право на существование там и так далее к сожалению некоторые не очень сознательные товарищи проповедуют именно эту точку зрения а лайт буддизм это как раз ну вариант для цивилов людей которые не хотят настолько заморачиваться им просто нужно что-то духовное им нужно решить свои проблемы и я считаю что в этом ничего плохого если они больше заинтересуются если они захотят копнуть глубже то пожалуйста ноль проблем можно копнуть глубже но если не захотят это тоже нормально да некоторые считают это профанацией простите а что не профанация народный буддизм это профанация даже любой храмовый буддизм это тоже профанация потому что мы не живем сейчас так как живут да мы даже не живем так как сейчас сейчас так как жил Даген. Тем не менее, буддизм жив, практика жива. И, на мой взгляд, нам нужен вот этот слой людей, которые считают себя принадлежными к буддизму, считают себя буддистами, но при этом не хотят уходить очень далеко, не хотят подчинять свою жизнь религии. Этот слой, он, например, в той же Европе, в той же США, он есть у христиан, он есть у мусульман. Почему бы у нас его не было? На мой взгляд, сейчас как раз его нету. Люди обычно, если уже становятся буддистами, то закапываются в это довольно глубоко. Хотелось бы, чтобы таких лайт-буддистов тоже было немало. Так, теперь про те самые исследования по нейрофизиологии. Я, на самом деле, не очень много о них знаю. Из того, что я знаю, такие исследования проводились, и были результаты, то есть выяснили, что мозг медитирующего монаха входит в такое особое состояние, по-моему, называется тета-ритм, если я ничего не путаю. В этом состоянии оно такое интересное. Оно, например, дает человеку ощущение единства со всем окружающим миром. И что интересно, опять же, если я не путаю, потому что я, например, сейчас не смогла найти, где я это прочитала, что вроде бы вот это состояние, этот тета-ритм очень схоже с тем состоянием, в котором находится человеческий мозг, когда мы читаем. Но только когда мы читаем, мы, конечно, не настолько сильно это получаем, но немножко похоже. Это, на мой взгляд, очень интересно, но, честно говоря, я не совсем понимаю смысл, то есть зачем это все делается. Наверное, потому что я не нейрофизиолог. С точки зрения религиоведения, наверное, ну, я не знаю. Пока я не вижу, как это можно применить как-то. Может, потом пойму, если побольше на этот счет почитаю. Кстати, если вы знаете что-то, что можно почитать, я с удовольствием почитаю, потому что я уже давно довольно читала. Вот. Ну и ваше мнение у меня тоже очень интересно. Вы сказали, что вы знакомы с этим взглядом с западной стороны. Расскажите, что ли, какой ваш взгляд. Так. Идем дальше. Вопрос от Йома Крэгги. Я правильно прочитала? Я не совсем понимаю, как читаются некоторые ники. Ладно. Привет. На твой взгляд, какие тенденции в современном буддизме сильнее? Центробежные, когда некая сверхъестественная сущность разделяется на несколько разных, или центростремительные, слияние нескольких во дну? Например, есть Иверская, Казанская и прочие иконы Богоматери. Она же Иверская или она Иверская? Народ начинает их разделять. Мол, Иверская – милостивая, Казанская – суровая, а Владимирская – вообще для военных. И о здоровье детей ей молиться не надо. И так до полного разделения когда-то одной Богоматери на цать узкоспециализированных. Но и наоборот, когда многообразие божеств сводится одному Творцу с множеством имен. Мне кажется, что и та, и другая тенденции в любой религии присутствуют практически всегда. Центробежные – это очень свойственно народной религии, потому что для простых деревенских людей, ну или городских людей, существует даже не конкретный святой, а вот конкретная статуя, к которой мы ходим молиться о здоровье, потому что так делали наши бабушки, так делали наши прабабушки, мы опытным путем выяснили, что вот почему-то эта статуя помогает при таких-то проблемах. А вот центростремительная тенденция, она свойственна уже более интеллектуальным верующим, которые считают, что всё вокруг – это один Творец, вышвызванного Творца и так далее. В буддизме присутствует и то, и другое. С единственной только поправкой, что в буддизме роль Творца абсолютно не важна. Но у нас есть мнение, что вообще всё вокруг – это одно, одно целое. То есть я, вот эта вот кружка, этот стол, я их разделяю, конечно, в своём уме, но на самом деле не стоило бы это разделять. И настоящее просветление и, соответственно, вхождение в нирваны – это когда ты перестаёшь разделять себя и всё окружающее. То есть пропадают твои фрустрации от того, что всё идёт не так, как тебе надо, пропадают все твои желания, ты просто сливаешься с окружающей средой. Так что бывает и то, и другое. Ну и да, и центробежные у нас очень сильны, народный буддизм – это реально поклонение конкретным статуям. Вот так, надеюсь, ответил на вопрос. Дальше, наверное, идём в Дайриру. Ну, так, вопрос от Тотенфогель. Ну вот хотя бы соснов. Что общего и различного в синто- и буддизме? Как они уживаются друг с другом? Нет ли противоречий, из-за которых верующие могли бы конфликтовать с серией «Всё, вы врёте, мир устроен не так». Что общего и различного в синто- и буддизме? Я бы сказала, что, на мой взгляд, общего в синто- и буддизме не очень много. Общее, во-первых, то, что и там, и там есть много объектов поклонения, то есть в буддизме есть Будда, Бодхисаттва, Мёла, там всё, что поменьше. В синто- и зме тоже огромное количество богов. Ну и во-вторых, что и то, и другое, скажем так, имеет потенциал для слияния с другой религией, потому что, опять же, у нас политоизм, мы можем принять других богов. Всё остальное довольно различается. Ну, вообще. Например, в синтоизме в основном всё-таки упор идёт на чистоту, вот ритуальное очищение. В буддизм, кстати, это, по-моему, уже пришло тоже. В японский буддизм это тоже в основном пришло из синтоизма. Есть своё понятие чистоты, потому что оно и было в Индии, но всё-таки буддизм не на этом концентрируется. В буддизме всё куда сложнее. Ну да, в синто всё тоже очень сложно. В общем, об этом можно отдельно просто пилить ролик. Ну, в общем, я бы сказала, что различного больше, чем сходного. Как они уживаются друг с другом? По-разному. Если именно в настоящем времени, как они сейчас уживаются, тоже очень по-разному. С одной стороны, у нас вроде как синкретизм, и вы можете пойти в буддистский храм какой-нибудь, увидеть там в том числе и маленькую джинджу, то есть святилище синтоистское. Вы можете пойти в синтоистский храм и найти там какое-нибудь буддистское божество иногда. В то же самое время есть буддистские школы, которые не позволяют своим приверженцам обращаться к синто. То есть нельзя дома иметь комендану, в синтоистский алтарь, нельзя ходить в синтоистские храмы и молиться о чём-нибудь. В синтоизме, но это скорее уже, скажем, НРД, тоже есть такие тенденции, хотя их и меньше. Но в то же самое время, если мы вспомним, например, реставрацию мейджи, то гонения на буддизм тогда как раз были под эгидой синтоизма. Но не только на буддизм, на самом деле, и на неправильный синтоизм тоже. Так что всё по-разному бывает. А вот насчёт противоречий. Самое большое противоречие – это кто у нас тут главный. И на его фоне меркнет всё остальное. То есть всё остальное можно просто найти, было бы желание искать. Но уже все конфликты вырастают из того, что у нас главной религии должна быть синтоизм, уйдите со всеми своими наносными элементами, или у нас главный буддизм, мы принесли вам свет и истину, а всё остальное должно быть нам подчинено. А может быть даже и вообще не мешаться. Так что это самое главное противоречие, кто здесь главный. Мне кажется, оно вообще самое главное всегда. Так, идём дальше. Амран спрашивает. Правда ли, что у японцев совсем иное восприятие религии, чем у западного человека? И японец вполне может считать себя не только буддистом и синтоистом одновременно, но и, скажем, синтоистом и христианином. Вот это восприятие религии, о котором вы говорите, оно свойственно любой политоистической культуре, когда она сталкивается с монотеизмом. Потому что, куда мы не посмотрим, всегда была примерно одна и та же реакция. Нам принесли ещё одного бога. Почему мы не можем просто взять там иконку, статуэтку, поставить на алтарь и дальше спокойно себе молиться всем подряд? Почему мы должны всех остальных богов забыть? И на самом деле вот с этим мнением обычно боролись, боролись долго и яростно. И до сих пор во многих странах, не в Японии, его не удалось искоренить. Есть личности, которые могут считать себя христианином, шаманом, коммунистом и не видеть вообще никаких противоречий. В Японии это всё-таки сейчас невозможно. Стоит понимать, кстати, что к тому моменту, когда в Японию пришло христианство, в Японии уже существовали буддистские эксклюзивистские практики. То есть школы, допустим, которые основывались на одной практике и считали, что если ты следуешь этой практике, то никакой другой практике ты следовать не должен. То же самое не чиренщу, скорее даже не чиренщощу. Диодосчинщу и так далее. И в целом это не было никаким новшеством для Японии. Но, конечно, когда народу приносили, который привык почитать синтаистских богов, буддистских бодхисаттв, Будду опять же, им ещё приносят Иисуса Христа или Деву Марию, они тоже пытались сделать именно так, поставить там статуэтку на алтарь. Ну всё, мы приняли Христа. Приняли в свою тёплую компанию. Тем не менее, да, тут ещё немаловажно, что хотя в Японии же христианство никогда не насаждалось, оно наоборот подвергалось гонениям. И потом, в 19-м, где-то в конце 19-го века, когда уже опять приехали проповедники, им немножко доставили проблем потаённые христиане, как у Рекирище там, которые были вынуждены прятать свою истинную веру, маскируя ритуалы подсинтаистские и буддистские. И эти люди очень часто даже абсолютно забывали, что они изначально были христианами. Ну, конечно, да, проповедников до сегодня дошли те, кто не забыл, но их взгляды были довольно странные для таких хардкорных христианских проповедников. Но этих людей, как у Рекирищетанов сейчас, которые всё ещё придерживаются этих традиций, их осталось ничтожно мало. Подавляющее большинство японских христиан, которых, правда, тоже не очень много, это люди, чьи семьи приняли христианство где-нибудь уже в 20-м веке, ну, там, самое раннее, в конце 19-го, а может, уже вот именно они первые христиане. И это люди, которые воспитаны абсолютно по-другому. Они уже прекрасно понимают, что если ты христианин, ты не можешь быть синтаистом, ты не можешь быть буддистом, то есть у тебя дома не будет алтаря ни буддистского, ни синтаистского. То есть, скорее всего, вы встретитесь именно с этими христианами. Их значительно больше. Иногда приводят в пример, что ну вот ведь японцы не считают ничем странным пойти обвенчаться в христианской церкви. Ну, это делают не христиане, это делают люди, не те люди, которые именно верят. Все прекрасно понимают, что это в первую очередь для антуража, для того, чтобы там в церкви пройтись, в красивой вуальке, в белом платьице, вот как в голливудских фильмах. Даже иногда для этого используются не настоящие церкви, а поддельные. То есть, действительно, строится при всяких там дворцах бракосочетания поддельная церковь. В ней даже может быть поддельный священник, очень часто иностранная рожа какая-нибудь. У меня вот мужу предлагали такую подработку, мы не согласились. В общем, и такое тоже бывает. Один раз я встретила человека, который действительно был буддистом и христианином одновременно. Но это была очень интересная личная история, довольно уникальная. Этот человек был лидером Джизо Ко, собрания верующих, посвященных бодхисаттве Джизо. И он рассказывал, что вот этот Джизо, который был поставлен на месте казни христиан, он его позвал. То есть, как бы, он пришел к этому Джизо, ощутил зов и понял, что он должен ради этого Джизо теперь вот стараться работать. То есть, это такое личное, религиозное переживание. Я только один раз с этим сталкивалась, и больше никогда. Остальные христиане, японские, которых я встречала, это были самые нормальные христиане. ничем не отличающиеся от христиан в Европе, в Америке, в России. Так, дальше у нас вопрос от Хэбиши. Какие буддистские предметы могут быть у японского буддиста в доме или при себе? От четок и амулетов до изображений. Это первый вопрос. Любые. Вплоть до дорогущих статуй, купленных непосредственно у скульптора, у какого-нибудь крайне известного скульптора. И такое тоже может быть. То, что скорее всего будет в доме, это буддистский алтарь, потому что на нем обычно стоят поминальные дощечки предков. Буцудан может стоять не только у верующих буддистов, но и у людей, которые себя верующими не считают. Просто это очень важная штука. Вот он, скорее всего, будет. Что будет на Буцудане, много чего там может быть. То есть это зависит и от школы буддизма, которой принадлежит эта семья, и от личных предпочтений. Там будут статуи, какие-нибудь свитки. Это уже что человек сам хочет туда поставить. В основном. Есть, конечно, правила, то есть что туда нужно ставить. Но я видела довольно интересные подборки того, что люди на них ставят. Да, еще будут четки непременно. Причем четки, скорее всего, будут даже у неверующих людей. Хотя бы потому, что всем японцам хоть раз в жизни нужно будет сходить на похороны, а на похоронах нужны четки. Четки тоже бывают разные. Бывают очень дорогие. Бывают купленные в 100 йенном магазине за 100 йен. Давайте к следующему вопросу, опять же, от Хэбище. Что люди могут дарить храму или подносить буддистским божествам? И есть ли что-то, что не приветствуется? Вот, кстати, я тут долго думала, что не приветствуется. С одной стороны, ну, кровавая жертва, наверное, не приветствуется. Богатая коллекция порно-журналов тоже будет не приветствоваться. Но я, опять же, из моего опыта, что только в храм не подносили. Ну, начнем сначала, что вот дарить храму или подносить буддистским божествам это разные все-таки вещи. Если говорить именно про храм, есть стандартные подношения, которые, опять же, и дома на Буддседан можно положить. Это благовония, это цветы, это фрукты, какие-нибудь красиво выглядящие сладости. Так, вроде ничего не забыла. Ну, еще там можно рис, опять же, ставить, можно подносить воду. Денежки маленькие и не очень маленькие. Это понятно. Например, в буддистике, когда приближаются буддистские праздники, можно даже в крупных супермаркетах увидеть, продаются цветы, продаются специально недозрелые бананы, потому что они как раз на алтаре будут дозревать. Продаются какие-то сладости красивые, которые, опять же, будут долго стоять. Это все для буддседанов в основном, для буддистских алтарей, ну, и для подношений в храм. Но, помимо этого, в храм можно еще много чего поднести. Очень часто можно поднести, например, продукт своей компании. Можно поднести там овощи со своего огорода, то есть что-то, что ты производишь. Был у нас в храме один случай. Повадилась одна птицефабрика подносить куриные ножки в больших количествах. А и настоятельница, и заместитель настоятельницы мясо вообще не едят. И они столкнулись с проблемой утилизации этих ножек. Кстати, в основном мы работаем участителями жертвенников, потому что мы едим все, и нашей семье очень часто скидывают всякое, что они не могут есть. Но тут, понятное дело, даже мы не могли с этим справиться. И никто не мог. Слишком много было куриных ножек. И в конце концов настоятельница поговорила с представителями птицефабрики, попросила их больше не подносить мясо. Тебе сказали, окей. И на следующую неделю храм получил 200 куриных яиц. Ну вот так. Это очень неплохо, на мой взгляд, иллюстрирует, как люди понимают, что можно подносить. Но на самом деле есть еще один момент, который необходимо. Говорить. То, что все, что приносится в подарок храму, то есть непосредственно самому священнику, его семье, все оказывается на алтаре. Если приносится что-то к столу, какая-то еда или подарок, вплоть до книга или шарфик, все будет в первую очередь положено на алтарь. И оно там проведет какое-то время. Поэтому можно прийти в храм и обнаружить на алтаре, например, какие-нибудь сувениры из Парижу, как у меня один раз было. То есть там Эйфелева башня, какой-то кошелечек. Кошелечек. Понятное дело, это все поднесли не на алтарь, это подарок семье настоятеля. Просто в первую очередь это поднесли Будде. Ну, или Батхисатви, кто там у них главная статуя. На домашние алтари уже может быть поднесено все, что угодно, потому что там, главное, даже не Будда, там стоят поминальные таблички родственников умерших. И, соответственно, будет подноситься то, что родственники при жизни любили, что было для них особенно приятно, важно. Там может быть и косметика какая-нибудь. Допустим, бабушка умерла, вот всегда пользовалась этой помадой, могут помаду положить. Там будут и сигареты, и любимый алкоголь. Вот честно, я пока не видела, но ту самую коллекцию порно-журналов, если увижу, я не удивлюсь, потому что люди очень странные вещи иногда на алтарь кладут. Ну, в общем, это вот так. Следующий вопрос от Хэбище. Третий. Какие буддистские наставники у вас самые любимые и почему? Меня этот вопрос немножко поставил в тупик, по той простой причине, что когда ты становишься, когда ты принимаешь прибежище, становишься, допустим, учеником при храме, то очень многие наставники, не ты их ищешь, они находят тебя. И, понятное дело, для меня любимой является моя наставница, но ее, по крайней мере, я нашла. С очень многими людьми, которые играют довольно важную роль в моей жизни, я приобрела связь, просто автоматически став ученицей этого храма. То есть священники из Чусонджи, из Ямадеры, Рещаку-Джи. Да, у меня с ними близкие отношения, они для меня важны как учителя, но я их не находила. И я не уверена, что вопрос был именно об этом. Я предполагаю, что вопрос все-таки о наставниках, которых я вот именно была привлечена, их проповедями, работами и так далее. Поэтому я назову сейчас в первую очередь их. И вот здесь я внезапно поняла, что кажется, я шовинистка, потому что у меня в основном женщины. Во-первых, это Сетаучи Джакучо. Я ее очень люблю. Она абсолютно замечательная женщина. Ей сколько уже, скоро сто лет будет, но до сих пор очень бодрая. Ей очень хорошо пишет. А у Яма Рощи, она, правда, не из нашей школы, она из Сотосю, но она, на мой взгляд, у нее эссе просто потрясающе. Как-то по-английски это fault-provoking, то есть они заставляют думать. Мне это нравится. Еще мне нравится Пэма Чодрон. Правда, она совсем даже не из нашей традиции, она из тибетского буддизма и вообще американка. Тоже я соглашаюсь практически со всем, что я у нее читала. Хотя я довольно недавно нашла. Давайте я хотя бы одного мужчину назову, ладно. Опять же, я не знаю, я сосредоточилась на тех, которые еще живы. Может быть, стоило бы поговорить о тех, кто уже умер. Тогда там просто какая-то очень большая будет галерея. И в основном, конечно, мужчин. Да, но давайте назову одного, который жив. Вот мне нравится Брэд Уорнер, который хардкор дзен. Он такой немножко тролль, но опять же, мне нравится. Мне нравится, что он ставит такие вопросы. Ты даже в первый момент чувствуешь, «Да как так можно?» Потом начинаешь думать, сама задумываешься, свое мнение пересматриваешь. То есть я очень люблю, когда меня провоцируют на самом деле. И ему это удается очень хорошо. Из тех, которые уже давно умерли... Ой, я сейчас очень много перечислю, наверное, давайте остановимся хотя бы так, на нескольких. Сёнцань. Обожаю Сёнцань просто. Считаю, вот, это мой самый главный, самый первый учитель. Если бы не он, меня бы вообще в буддизме, наверное, не было. Так, кто ещё? Ну, Сайчо. Потому что основатель Тандая в Японии именно. Понятным причинам. Мне очень нравится Кукай. Тоже. Очень. Ну, он, опять же, как личности в целом. Так. Трудно даже сказать, наверное, кто мне не нравится. Мне все в той или иной степени нравятся. Я уже как-то говорила, что я всех учителей люблю за что-то. Да. Я с большим удовольствием до Гена прочитала. Что-то из Ничерена тоже очень понравилось. Ну, то есть трудно сказать. Много. Много. Их. Так. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про вертикальные деревянные рейки с надписями на японских кладбищах. Что это и зачем? Я так понимаю, что речь идёт о сотоба. Это. Изначально это были каменные ступы, как бы состоящие из пяти частей, пять элементов. Их ставили на могилах очень крутых людей для того, чтобы, опять же, помолиться за их вхождение в нирвану, ну, или, по крайней мере, хорошее перерождение. Потом эта мода пошла в народ, ступы становились всё меньше, всё менее, ну, крутые, красивые и так далее. Сначала их ещё делали из камня, потом вообще стали делать из дерева, потому что дёшево и быстро. И, в конце концов, они выродились вот в это. Сотоба, они не в каждой, кстати, не во всех школах буддизма используются, но в тех, которых используются, в основном они меняются на буддистские праздники всякие. И, соответственно, в храме обычно большой запас уже отслуживших своё сотоба. И с ними что только не делают. Их используют для того, чтобы рожать костёр, например, из них. Я однажды видела, кто-то сарайчик себе отгрохал. То есть, это такой расходный материал. Но изначально это, можно сказать, тоже скорее как под ношением можно их расценивать тоже. Так. Следующий вопрос. От госпожи Удачи. Что посоветуете почитать на тему иконографии Будды и Бодхисаттв? На английском, русском. Спасибо за канал. Пожалуйста. На тему иконографии, ну, опять же, на русском я просто ничего не знаю. Но на английском я могу посоветовать две книжки. Они в описании будут. Во-первых, это Living Images, Japanese Buddhist Icons in Context. Я люблю эту книжку. Она стэнфордская. Сколько? В 2002 году выпущена. Хорошая книжка. Ещё мне нравится, вот лично нравится книжка The Art of Buddhism. An Introduction to its History and Meaning. Она, мне кажется, попроще даже для восприятия. И она написана, скорее, с перспективы искусствоведа. Автор, она искусствовед. Ну, опять же, очень хорошая книжка. Ещё я сейчас большим нетерпением жду книжку Джеймса Си Доббинса Behold the Buddha. Religious meanings of Japanese Buddhist icons. Выходит в Хавайи пресс. Моя любимое издательство. Вот оно пользуется такой славой, что там можно напечатать практически всё. Вот любое, что тебе придёт в голову. Ну, понятное дело, если оно научное. В общем, она ещё не вышла. Вернее, она вышла, но пока до меня она ещё не добралась. Я вот всё думаю, буду её непременно покупать. Она должна быть хорошая. Но, я не знаю, я пока её ещё не читала. Поэтому, просто, Доббинс очень интересный исследователь. тоже рекомендую. Тоже рекомендую. Так, и мы дальше переходим к вопросам с Фейсбука. На самом деле, не так их много было. Вот, Оксана Мыльникова задавала очень хорошие вопросы. Есть ли какие-то территориальные особенности изображений Джидзо? Выражения лиц, одежды, ещё что-то? Территориальные особенности, конечно, есть. Но проблема со статуями Джидзо в том, что эти территориальные особенности теряются в особенностях вообще. То есть, статуи Джидзо не очень разнообразные. Если вы просто придёте в один конкретный храм и посмотрите на всех Джидзо, которые там есть, если они, конечно, там есть, скорее всего, будут, на кладбище и так далее, то вы заметите, что различия в форме, во всём очень большое. Там будут и огромные, красивые такие и могут быть какие-то маленькие, смешные, такие явно сделанные для того, чтобы проковаться с них. Ну, в общем, будут всякие вещи у них в руках, там не только стандартные, то есть, Шаку Джо Палка и Ньои Ходжио драгоценность, но могут быть там и цветы лотоса и всякое другое. Я очень много всякого видела. Они могут сидеть, они могут стоять, то есть, очень много. А территориальные особенности, они тоже бывают разные. То есть, есть чисто такие бытовые. Например, если у нас добывается такой-то камень, то статуи у нас будут в основном сделаны из него. Вот когда переезжаешь, допустим, даже из одной перфектуры в другую, то это первое, пожалуй, что мне лично бросается в глаза, это то, что материал уже становится другой в основном. Ну, сейчас это сошло немножко на нет, потому что сейчас делают не из местного камня в основном, но на старых статуах это хорошо видно. Еще будет какая-то мода, то есть, если в данном регионе популярен какой-нибудь один тип джизо, один культ, будет много именно таких джизо. Есть мода, причем даже вот сейчас. У нас, например, здесь распространены такие щенки джизо, маленькие, такие очень миленькие. И в последнее время я вижу статуи, которые однозначно не сделаны вот этой компанией, которая изначально делала щенку джизо, но тем не менее явно ими вдохновлялись. То есть, будет очень много территориальных особенностей, просто вряд ли не специалист в них разберется. Даже я, когда приезжаю куда-то, вот вижу странную статую, я не могу сразу сходу сказать, она вообще, это территориальная особенность, или это просто кто-то сделал прикол, или почему такие статуи. Ну, в общем, по-разному. Следующий вопрос тоже от Оксаны Мыльниковой. Влияет ли синда на жизнь вашей семьи? Если да, то как? Конечно, влияет, мы живем в Японии. Самое большое влияние на данный момент, мы живем рядом с очень крупным храмом, Осаки Хачимангу, и вся, вот весь наш район, он во многом зависит от Осаки Хачимангу, потому что и праздники проходят с таким размахом, что мы на них сто процентов сходим, это невозможно, если даже мы не захотим, хотя с чего бы вдруг, то дочь нас потащит, потому что она хочет там что-нибудь купить, что-нибудь посмотреть. Здесь проходят опять же танцы, связанные с Осаки Хачимангу, по крайней мере раз в год, но в этом году не проходили. Вот это самое первое влияние, так, ну, наверное, вот в основном к этому все сводится, к тому, что мы живем вблизи от Сент-Аистского храма, и, понятное дело, он на нас влияет. Ну, еще у нас дочка ходила туда же, кстати, на Щичиго-сан, переодевалась кимоно, и, наверное, тоже пойдет и в этом году, или как посмотрим, или в следующем, потому что 7 лет исполняется. Так, надеюсь, ответила на вопрос. А теперь были еще вопросы от Оля-ля, пришли они в личке на Фейсбуке, и большинство из этих вопросов, я думаю, я освещу в отдельном видео. Это вопросы, было ли что-то, что у тебя в буддизме, в изучении буддизма, разочаровало, или неприятно, удивило, было ли что-то, что не совпало с твоими представлениями или ожиданиями, если оглянуться назад и проанализировать то, как эволюционировало твое отношение к буддизму. Давайте об этом в отдельном видео, потому что это отдельная, очень такая серьезная тема, я думаю, я могу ее осветить более полно. Еще один вопрос насчет, с какой литературы английской или русской этого посоветован в чате знакомства с буддизмом я уже осветила. И вот остался один, довольно интересный. Согласна ли ты с утверждением, что нарский буддизм был агрессивным, а хайянский, скажем так, уже шел на компромиссы? Это мнение высказал профессор МГУ в своей лекции про нарский период. Обоснование такое, что в период Нара буддизм стал очень влиятельным, даже были попытки переворота и захвата власти, поэтому император смылся вместе со своей столицей в Киото. А в хайянскую эпоху буддизма уже не было такого влияния, поэтому пришлось подстраиваться и под синтаизм местами и делаться таким, чтобы понравиться людям. Ну, я даже не знаю. Я, конечно, не историк, и вполне вероятно, что я не знаю что-то именно с этой перспективы, но я не согласна. Почему я не согласна? Потому что, на мой взгляд, довольно странно сравнивать буддизм эпохи Нара и буддизм эпохи Хайян с точки зрения агрессивности. Потому что в эпоху Нара да, действительно, буддизм стал очень влиятельным. По сравнению с чем? С тем же периодом Нара, просто более ранним. То есть буквально полпериода Нара буддизм был невлиятельным, потом он стал влиятельным. Но это все равно был абсолютно не тот размах. Буддизм тогда еще все еще был во многом такой игрушкой императорской семьи. Он полностью зависел от императорской семьи. Был территориально ограничен буквально одним храмом столицы. И тогда школу буддизма представляли собой скорее-таки клубики по интересам. В такой ситуации влиятельные буддистские монахи реально были скорее чиновниками. И занимались примерно тем же, чем всякие придворные другие занимались. Они пытались как-то распространить свое влияние на императора, его семью и добиться преференции. Даже не всегда непосредственно для буддизма, иногда для себя самих. Распространения буддизма тогда не было никакого. И вовсе не потому, что никто не хотел проповедовать буддизм никому другому, кроме императора и так далее. Понятное дело, хотели. Просто выхода не было. Практически не было возможности. Когда кто-то пытался проповедовать, обычно за это прилетало. То есть мы можем посмотреть историю Геоги Босацу. Он в общем-то проповедовал во времена очень такого дружелюбного к буддизму императора и все равно тот был не в восторге. Да, были даже перевороты. Я так понимаю, речь идет об императрице Щетоку. Но опять же, это по сравнению с тем, что было в эпохе Хаян, это так, это местные разборки, ограниченные буквально одним императорским домом. В эпоху Хаян как раз буддизм в общем-то развернулся. Появились школы абсолютно независимые, которые были уже сами крупными феодалами, у которых были свои армии вооруженных монахов, которые могли оказывать чисто силовое воздействие на влиятельных чиновников. Реальный случай, когда просыпается какой-нибудь чиновник у себя дома, вглядывает в окошко, а его резиденция окружена монахами, вооруженными до зубов. Это им что-то не понравилось. Я думаю, это выглядит значительно более агрессивно и значительно более впечатляюще, на мой взгляд, чем какая-то мышиная возня в императорском дворце. И опять же, был найден выход к каким-то аристократам за пределами императорского дворца, опять же, влиятельным. Да в общем-то и связь с императорской семьей не была потеряна. В народе приобрел значение буддизм. Опять же, да, появился народный буддизм именно в это время. То есть, реально, на мой взгляд, как раз в эпоху Хаян распространение буддизма стало намного более агрессивным. Вот если говорить именно про то, что он стал таким напористым более, потому что вышли за пределы императорского дворца, теперь можно было в общем-то и развернуться. Насчет подстраиваться под синтоизм меня весьма насмешило, потому что в эпоху Нара буддизм просто не был конкурентом синто. Потом, да, потом у них началась конкуренция, как раз, когда они вышли за пределы. И вот эти, я так понимаю, что это речь идет про Хончи, Суиджаку и так далее, но это как раз не для того, чтобы понравиться синтоизму, подстроиться под него. Теории, которые говорят, что синтоистские божества являются воплощениями Будда, Будхи Сад, это пристройка сверху, простите, это способ сказать, что вы это просто продолжение нас. и синтоизм от этого был далеко не в восторге на самом деле. Это вот ну скажем так, там много было разных терок. В общем, я как-то с сомнением отношусь к этой идее. Какая-то она мне кажется ну странная, мягко говоря. Вот так вот. Ну все, это был последний вопрос, который мы сегодня освещаем. Следующим будет наш ролик еще о канале, где вы познакомитесь с человеком за кадром. И, как я уже сказала, мы непременно запишем ролик про то, как менялось мое отношение к буддизму. Довольно интересная история, на мой взгляд. Спасибо вам большое за вопросы, они все были очень интересными. очень классными. Надеемся, что это не последние вопросы. Пожалуйста, задавайте, даже и просто, даже когда мы не призываем вас задавать вопросы, задавайте их, мы на них непременно ответим. Пока-пока. Итак, сегодня будут вопросы про религию, вопросы будут из ютуба, из дайри, даже из комментариев на фейсбуке. Вернее, даже, даже не из... Еще раз, пожалуйста, даже, 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 давай. Так, продолжаем дальше. Диранан Хэллоу, я надеюсь, так читается. Что ты мне показываешь? Ну, я ж не вижу! Ты скажи, что все ссылки будут в описании. Все ссылки будут в описании. Ты можешь делать перерыв, Наташа?